Приветствую, в этом видео мы смотрим на фундаментал компании BlackRock, это компания номер 6 в моем портфеле, уже 6 обзор компании из моего портфеля. Небольшой дисклеймер, не нужно ничего покупать, BlackRock не нужно покупать, только потому что вы посмотрите этот видеоролик. Пройдемся по верхам, пройдемся по показателям компании, по доходности, по прибыли, по выручке за последние годы, по финансовому здоровью. В общем, как мы делали до этого, такой краткий быстрый разбор по фундаменталу. Многие просят посмотреть на мои компании подробные, которые у меня в портфеле есть, я вот снимаю такой отдельный подробный ролик на канале. Если вы не подписаны на меня, можете посмотреть другие ролики, думаю, вам понравится. Что ж, BlackRock. Перед просмотром напоминаю по поводу подарков для новых зрителей канала, это 1000 рублей за заказ дебетовой карты Тинькова или 1000 рублей за открытие брокетского счета. В первом случае заказывайте себе карту, на 5000 рублей совершайте покупок за первый месяц, просто идете в магазинах, тратите, сверху получаете кэшбэки, бонусы. И 1000 рублей подарком за затраты 5000 рублей, не кредитная карта дебетовая, обратите на это внимание. Плюс брокерский счет, открывайте его, себе акции на свой счет покупайте на 5000 рублей за первый месяц и получайте 1000 рублей подарком. Ссылки будут внизу. Что ж, BlackRock, капитализация компании 100 миллиардов долларов, показатель PE 23,5, на самом деле это немного, относительно индустрии чуть-чуть дороже стоит, чем в среднем индустрия, и не сильно дороже, чем в среднем американский фондовый рынок. Компания является государственным инвестиционным менеджером. Фирма в первую очередь предоставляет свои услуги институциональным, посредническим и индивидуальным инвесторам, включая корпоративные, общественно-профессиональные, траслевые, пенсионные планы, Страхование компании, сторонние паевые инвестиционные фонды, целевые фонды, государственные учреждения, правительство, фонды, благотворительные организации, суверенные фонды, благосостояние корпораций, официальные учреждения и банки Но я думаю, что многие понимают, о чем речь и без того Блокрук довольно известная компания За 5 лет доходность инвестиций в акции этой компании составили 98% против 72% по рынку Причем, обратите внимание, за 5 лет 98% из них за 3 года 42, за год 44, за 3 месяца 18, за 30 дней также 18, 6% за последние 7 дней Учитывая дивидендную доходность за 5 лет, получается все 124% против 94% в среднем по рынку То есть в среднем рынок удвоил капитал за 5 лет, эта компания дала доходность чуть лучше Учитывая, что бизнес в принципе растущий, попадает под определение растущей компании Доходность не очень большая, но вероятно связана это с тем, что 5 лет назад темп роста этой компании оценивался выше, чем текущие темпы роста И P на E был выше, чем текущие А он, еще раз напомню, 23,5, что плюс-минус равно рынку, чуть-чуть выше P-E-Grow 3.2, это такой показатель внутренней Simply Wall Street Он не очень важен, на мой взгляд Price to Book 3.2, это важный показатель, но в последнее время, последние много-много лет Вот как начал развиваться интернет, IT-технологии, на него мало кто смотрит Я так понимаю, что именно с тех пор на него мало кто смотрит Не знаю, что было 20-30 лет назад Ну вот, что касается выручки и прибыли Компания на текущий момент выручкой зарабатывает 15 миллиардов долларов Из которых чистой прибыли чуть меньше 5 миллиардов, если быть точнее 4.68 Ну и в будущем довольно много аналитиков прогнозируют рост Причем рост достаточно неплохой, если мы говорим про чистую прибыль В среднем это 7.4% в год Неплохо могло быть лучше, конечно, но неплохо как минимум Вот это прошлые показатели за последние 6 лет Текущая маржинальная доходность около 30% Довольно хороший показатель для крупной компании Начиная с 2014 года, ну он примерно на таком уровне и держался Моментами опускался до 25% Ну это, наверное, скорее какой-то всплеск выручки был Не первостепенного направления, так скажем Ну и потом, видите, выручка с 2017-2018 года активно растет Компания активно развивается Если суммарно посчитать, чистая прибыль выросла с 2.9 миллиарда до 4.6 Это в среднем годовой прирост на 8%, не супермного Можно было гораздо лучше получить результат, но очень неплохо Я скажу, очень неплохо 10 миллиардов выручки 6 лет назад Плюс 50% к текущему моменту С чем это можно сравнить? Ну как минимум, как минимум с уровнем инфляции Который явно составил не 50% за те же 6 лет А как максимум, конечно, надо сравнивать с растущими акциями Которые в большей степени показали больший прирост Но эта компания в портфеле не топ-1 Это не та компания, на которую я закладываю большие ожидания Это не та компания, которой я на больший капитал покупаю Это та компания, которая в том числе мне нужна была для Ну какого-то, может быть, не знаю Хеджа тут подойдет, слово не подойдет Думайте сами Вы, в общем-то, мысли, я думаю, поняли Возврат на акционерный капитал, на активы, на задействованный капитал Видите на экране, тут, в принципе, чего-то выдающегося нет У компании довольно много активов Обязательства тоже большие, но активов больше Замечательно За 6 лет растущий акционерный капитал С 26 миллиардов долларов до 36 вырос Долговая нагрузка плюс-минус на отметке в 20% осталась В моменте снижалась до 14% 5 миллиардов была нагрузка Сейчас где-то 7,2 Не страшно Компания чистой прибылью, напомню, сейчас зарабатывает практически 5 миллиардов долларов То есть за год она чистой прибылью зарабатывает Ну за 2 года, окей, зарабатывает полностью Покрытие всех долгов Только кэшем, только чистой прибылью Это замечательно То есть это не суперсильная долговая нагрузка Которую компания может потянуть Ну и что касается акционерного капитала Активы, обязательства плюс чистый акционерный капитал То есть вот это у нас чистый акционерный капитал Много обязательств, это понятно То есть компания является финансовым управляющим Много обязательств, это понятно Такое будет всегда Тут нужно делать поправку на бизнес, скидку на бизнес Но активов много И те средства, которые являются обязательствами Они в первую очередь являются активами И на них компания получает доход Вот как-то так Что касается дивидендной доходности Эта компания, почему она не супер растущая, она дивидендная. Много денег выплачивается именно в виде дивидендов, половина чистой прибыли уходит акционерным в виде дивидендов. Дивиденды постоянно растут, как видим, компания растущая, ну и возможно в теории когда-нибудь здесь мы увидим процент побольше, вплоть там до, ну понятно дело, до 100% можно выплачивать, кто-то платит и больше 100%. Такое тоже бывает, когда компания дивидендно не хочет уменьшать, урезать дивидендные выплаты, а потом начнется проблема в бизнесе. И компания берет долги, выплачивает их в виде дивидендов, падает акционерный капитал, в общем бывает всякое разное. Допустим, ну не будем, ладно, сейчас на какие-то конкретные компании говорить, я думаю все вы прекрасно понимаете. Какие у нас там компании популярные, которые делают именно так. Ну вот с 4 получается долларов на акцию в 2011 году сейчас платится дивидендами 14,5 долларов на акцию. То есть получается с 2011 года, если мы не покупаем больше акции этой компании, наша дивидендная доходность выросла на сколько? Более чем в 3 раза, в 3,5. Но это больше в такой, наверное, портфель смешанный с дивидендом, то есть рост плюс дивиденд BlackRock подойдет. Но у меня чисто растущий портфель, в него я бы взял, ну так скажем, для хеджа что ли. Если я захочу супер агрессивно только растущие компании без дивидендной доходности покупать, естественно BlackRock одна из первых под вопросом, ну потому что это такой дивиденд. Возможно, возможно, посмотрим что будет в будущем, я буду держать текущий портфель, ну плюс-минус, да, ребалансирую его периодически на длительной дистанции, на такой дистанции длительной, что многие компании из этого портфеля будут уже начинать выплачивать дивиденды, будут, так скажем, закругляться, они вырастут довольно сильно, разрастутся, везде свои вот эти вот ветки дочерней компании распространят, распространят свои продукты и я уже захочу, может быть, заработать большой капитал, захочу, может быть, в дивиденды переложиться, у меня уже будет хороший дивидендный доход капать. Посмотрим, может быть, так случится и в этом случае BlackRock будет одним из лучших решений в моем портфеле. В текущий момент он подрос на 13%, это, кстати, очень хороший результат относительно портфеля, потому что многие чисто растущие компании показали меньший результат по росту капитала. Ну вот я его покупал сначала на падение, усреднялся, а потом с последней покупки моей вырос аж на 16%, с первой вырос, ну где-то вот на 10% получается, доходность больше 10% благодаря усреднению. Давайте посмотрим, как он падал в марте, с 560 долларов до 327, ну и потом с минимальной точкой к текущему моменту вырос более чем вдвое. Ну, то есть замечательно на каком-то падении, на каких-то обвалах вот таких вот, в том числе покупать эту компанию самое то, вот плюс 30% прирост на ровном месте по щелчку пальца. Замечательно. Что касается этой компании, у меня в портфеле стоимость бумаг 5000 долларов по текущему курсу, сколько это будет, почти 80 рублей, да, за доллар у нас сейчас на 75. Не хочу сейчас считать, ну это где-то чуть меньше 400 тысяч рублей, наверное, у меня в этой компании, 350, наверное, ну там поточнее нужно посчитать, не хочу этим сейчас заниматься. Ну вот такая вот получается компания BlackRock в моем портфеле. Что ж, напомню, ссылки внизу на подарок в 1000 рублей дебетовая карта, 1000 рублей подарок за брокерский счет, также на мои другие социальные сети, это Instagram, Telegram, ссылки тоже будут внизу. Тут контента больше по инвестициям, контента больше по трейдингу, вот так выглядит мой Instagram, вот так выглядит мой Telegram. Основной контент я даю именно в Instagram, там подписчиков больше, охваты больше, и там я появляюсь каждый день на YouTube реже, в Telegram чуть чаще тоже, поэтому заходите, тут может быть кому-то будет удобнее даже читать. Чем смотреть видео на YouTube. Тут про цели, про их достижения, про движение к целям с моей стороны, ну и тут также много такой смежной информации о моей деятельности, в частности я торгую на бирже, как-то вот денежку бы вожу, оттуда инвестирую, то есть тут вот все про это есть. Там не будет контента с разбором компаний, скорее всего, скорее всего, там вот больше именно по моим инвестициям, по моим целям, какие-то ответы на вопросы, это все вот Instagram, это все Telegram, ссылка внизу, ну и бонус 1000 рублей, всем удачи. Спасибо.